Здравствуйте, господа! Речь банальную, все-таки очень не похожа на обычного чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решает только победа и только сегодня. Ну а проигравшему, как говорится, уготовано забвение, поэтому сегодня Милангельский досмотрит настоящую пик. Из такого расстояния нужно забить. На пути мяча встал в защите этого. И мяч уходит на угловой. Удар головой. Мяч забыл. И все-таки гол. Он полностью контролировал игру. И даже после того, как мяч отскочил от ворота, игрок нанес еще один удар и успешно завершил атаку. Отличная геометрически выверенная комбинация. И мяч уходит в аут. Сильва. Хорошая игра. Мяч в игре. Удары в расчете на то, что вратар потерял бдительность. Если бы у мяча были глаза, он бы сейчас все поле мог увидеть. Сильва. Игрок подхватывает мяч на фланге. Будет ли навес? Неплохо. В подкате собранный точный мяч. Замечательный. Хорошая мысль. Будет ли ей? Он смог диткнуться до мяча, но удар получился неточным. Ну что будет? Длинный пас. Подкат выходил как по учебнику. Мяч легко увернулся от защитников и находит партнер по команде. Не спать, вероятно. Попал в удар. Защитник получает. Нет, квестка. Игра продолжается. Защитник отправляет мяч подальше. Бьет на удачу. Замечательно сыграл. Сильва. Перехват. Защитник не рассчитал. Подкат был выполнен недостаточно четко. Вот реальное обострение. Еще один пас. Подача. И мгновение всем показалось, что мяч летит точно в ворота. Иисус на вас. Защита не дремлет. Серхио Рамос. Вратарь подбирает мяч. Вратарь бросает мяч вперед. Защитник в подкате должен был выбить мяч, но промахнулся. Роналдо. Роналдо. Чумовой отбор. Мяч в воздухе. Хорошее развитие атаки. Команда двигается к воротам. Отличный удар. Мне кажется, можно было и получше пробить. Неплохо увидел партнера. Похоже, команда поймала ритм. Игроки превосходно чувствуют конкурент. Ах, какой обидный офсайд. Какая могла быть атака. Дальний удар. Мяч идет в сторону. Мяч идет в маут. Стояле целится тщательнее. Сильва. Прекрасная возможность. И арбитр показывает угловой. Кляши. Вот подача. Какая небрежность. Отличный пас вперед. Атака развивается поступательно. Но важно быстро принять. Ох, какой голый. Счет в матче стал равным. Не люблю это критиковать бутерей. Но вся ответственность за прогущенный мяч лежит только на нем. Голкипер занял крайне неудачное положение в воротах. Судя по счету на табло. Принужден, примерно, в 1-й матч. Хотя, конечно, этот голубой не помню решающий. Сабалет. Сильва. Хисус на вас. Мяш, не пойдешь. Миши. Игрок демонстрирует нам яркий, свободный, раскованный футбол. Ух, как перехватом рисковала. Игрок теряет мяч. Отлично играет главой. В первом тайме счет равный 1-1. Обычная игра у втором тайме мало отличается от того, что происходило в первые 45 минут. Можно навешивать. Угловой удар. Очень напряженный момент. Какая смелая игра головой. Удар со щеками бросается под мяч. Мяч отбит, однако игра продолжается. И мяч уливается почти к центру поля. У парня с мячом есть время. Его вся команда почти поддерживает. Хавиалонсо. Тут да, в штрафную, поближе к воротам. Да, не лучший пример игры головой. Мяч мимо ворот. Отлично. Молодец. Вы смотрите, он защитников к тренировочным стойкам приравняет. Ах, еще бы. Чуть-чуть помуже. Ужасно, ужасно. Нарушение правил. Штрафной. Всего только штрафной. Между прочим, чуть ногу не оторвали человека. Хоть бы карточку показал. Игрок решился на дальний уровень. Игрок, гол, гол. Этот нападающий любит вылеснуть точностью. Сделал правильный выбор. Пробил прямо в гадный угол. Очень велик теперь согласность играть по счету. От соперника. Вся команда в атаку пошла. Какая игра. И мяч оказывается в руках голкипера. Ватарь вводит мяч в игру. Авиалансов. Целит протесты. Заявление, что был фол. Но арбитр считает, что все чисто. Защита играет четко и быстро. Ну, карточку, карточку, судья. Зачем же еще у тебя карточки? Ну, за таким нарушением неизбежно следует желтая карточка. Думаю, игрок не должен спорить с арбитром. Карточку он заслужил. Теперь только вратарь перед ним. Мне кажется, потерял концентрацию, не поднял голову и не увидел, где ворота. Ну что, посмеемся от души над таким ударом? Хотя, конечно, игроку-то не до смеха. Хорошая позиция. Очень важно отлепиться от защитника. Пас. Защитник получает мяч рядом со своей штрафной площадкой. Просто необходимо выжать максимум из этой атаки. Защитник убивает мяч. Его товарищи весь время перестроятся. Защита справляется со своей задачей. Ну и что же, гол теперь, да? Мяч выйдет. О, да! Соборный девчонок. Счет правится. Сравняк против мячом счет на табло, футболисты получили хороший энергетический заряд. Я-то знаю эту команду. Она любит догнать и уйти вперед. Сегодня он забил уже два гола. Защита бессильна. Так, все интереснее и интереснее. 2-2 уже. Неплохую передачу сочинили. Красивая, очень красивая комбинация. Судья бежит к месту событий и, кажется, уже тянется за карточкой. Игрок заслужил предупреждение. Судья абсолютно прав. В колонну команда приезжает предупреждение. А не хотите ли подбавить от России? Да, без везерия тут не обойтись. Что лишает судья? Так. Штрафной удар. Роналду. Мяч на фланге. Можно подавать. Удачный навес. Вот зачем футболисты глянули. Фисус на вас. И они теряют мяч. Но именно ему, чтобы развить атаку, приходится и надолго уйти в обороны. Далее Алансо. Хороший пас. Фисус на вас. Какой прекрасный дриблинг. Не надо показывать карточку. Игрок явно нарушил правила. Никаких разговоров. Две желтые карточки. Игрок явно нарушил правила. Игрок категорик поля. Одной карточки становится больше. Одним и другим становится меньше. Какая несложная ритмить. Самолет. Да, удачный пас. В смысле, удача помогла мячу дойти до партнера. Затягивается комбинация. Лиши. Сильва. Неплохо. Неплохо. Давай, Женек. Возможно, очень легко. В different spot. Игрок не wirklich готова. Конечно, болы нужно забывать по ходу всей игры. Но иногда особенно ценится, когда ты попадаешь по воротам ближе к концу матча. Соперник ведь лишен возможности отыграться. Они впереди. Уверен, команда сделает все, чтобы удержать счет. Встретился с мячом, как по расписанию. Кажется, судья собирается достать карточку и показать ее футболисту. Футболист получает вторую группу, как визуально спортивное поведение и покидает поле. Ну да, видимо, игра ему стала неинтересна. К чему стараться, если и так придешь в счете? Лучше пойти в раздевалочке посидеть. Правильно выбранная позиция в воротах – это залог успешной игры и контроля над ситуацией. Отлично! Путательство эффективно! Голкипер спасает, но нужно снова сосредоточиться. Противник будет разыгрывать угловой. Команда рвется штрафную. Сильва. Нарастает давление. Какая возможность чистить? А вы какой гол под завязочку не хотите? Они могут забирать на все. Штрафной удар. Интересное кино. А я думал, это карточка. Я и сейчас так думаю. Только три минуты добавил арбитр. Команда полностью перешла на чужую половину поля. Защитник убивает мяч. Иисус Навас. Нужно забивать. Голкипер спасает ворота, но не поплежим в опасности. Представить удар от ворот. Серхио Рамос. Мяч был почти ворота. Это неудачно. Очень обидно упускать такие моменты, но так сыгранно, так сыгранно. Матч окончен. И пылью итогом команды пьястут, извините, празднуют победу. Представляю, как сейчас радуется тренер. Его подопечные смогли показать прекрасную игру и победить даже в неполном составе. Хочу выразить славу и благодарность моему коллеге, всем болельщикам, просто любителям футбола, смотревшим сегодня этот великолепный матч. Ну и маме моей спасибо, что родила меня и дала мне такую возможность. Спасибо, мама. Играйте в футбол. Субтитры сделал DimaTorzok